так ну что же всем привет это филадельфия пока еще целый час я иду на поезд и в общем прошлый раз было очень темно когда я шел на поезд в этот раз я решил справиться и пойти во-первых при свете дня ну и поезд тоже в это время и пойти более-менее через центр чтобы показать вам не мрачные спальные районы какое-то подобие даунтауна и я буду быстро дышать я буду тяжело потому что поезд у меня достаточно скоро и об запасе на минут 10 поэтому но буду вертеть камеры по сторонам то увидите то ваше сейчас мы на задворках чайны тауна в принципе недалеко от центра но тут уже такие они довольно живописные это такое филадельфийское садовое кольцо судя по его ширине и вот она уже вот так выглядит очень очень фотогенично я тут пофотку массу всего разбирать буду очень долго там еще старый виадук который часть которого превратили в парк наподобие хайлайн парка в нью-йорке и еще часть она типа там ребята скоро мы им займемся и все будет прям круто ну там и правда симпатично довольно примитивно в целом но начало хорош я так понимаю что для филадельфии это достаточно такое большое достижение там же народ какой-то тусит это школьники под присмотром учительницы какая-то съемочная группа отирается в общем все довольно и тут вот тоже искусство на стенах это я тоже сфоткал естественно вот и сейчас мы идем в центр города и через него ну потом там типа как вы прямо на правый ты на вокзале такой маршрут ничего сложного там филадельфии есть маркет стрит который начинается от реки делавэр что самое забавное что река с названием штата делавэр разделяет является границы между штатом пенсильвания и нью-джерси делавэр тут тоже неподалеку но он как бы к этому отношения не имеет но вот так так вышло краем буквально задеваем china town он вот там дальше очень живописный чем попадая туда забываешь вообще где ты там кроме кроме китайских товаров вот это вот опять железка которую скоро превратят а а та которая уже превратили она вот за этой огромной подстанцией но туда я не пойду иначе опоздаю на поезд и в общем это все может быть увидим что-нибудь краешком глаза вот о чем я до china town china town и китайские магазины живут китайцы китайские рестораны в которых питаются китайцы сидишь у тебя прям реально ощущение что ты где-то вот в азии самый что ни на есть китайской кроме этого там есть еще корейские товары и японский то есть вот такой вот небольшое расширение это из тех языков которые я могу опознать на упаковках может быть там еще есть какой-нибудь там вьетнам филиппин или еще чем такое но вряд ли потому что те народа они не особо передвигаются по планете вьетнамцы вполне возможно вот такой тут индустриал это как раз то что будет сделано а там вот 3 то что уже сделано посажены деревья скамеечки прочь так эти но он unfortunately i'm not going to the west coast i was thinking about san francisco but uh it just doesn't fit to my uh itinerary it just too far and it's too expensive to live there so i decided to see it to stick east coast and the northern point will be buffalo and the southern point will be in miami and west coast i live for my next tour парковки там под той яркой живут бомжи причем прям живут они там прям это покопались у них там будет налажен вот какие естественно не стал зачем людей беспокоить к тому же в общем как бы художественной ценности особой в этом нет я может быть что не дорос как фотограф до фотографирования жестоких жестокой такой правдивой улице может потому что я сам вырос в таком и в общем не как бы наелся и в общем чё чё показывать так это вот китайский крести христианский центр downtown все ближе и ближе зеленый свет не на каждом переходе не везет yeah great next time next time i i want to go to san francisco yeah but see there's another thing that i'm not driving and i'm moving either on my feet or public transportation so i'm quite limited without my friends солнце вылезло очень не кстати потому что я опять вот с полной загрузки в куртке и оно тут еще порадовался был бы сначала что 19 градусов думаю класс по прохладе добегу до вокзала вот бегу так ну вот мы видим что с каждым шагом у нас значит облагораживается район становится все аккуратнее симпатично а по ту сторону маркет стрит маркет стрит я не досказал она идет начинается от реки делавэр проходит через эту часть города тротуар прямо духе москвы просто отгородили и идите где хотите как хотите почему хотите вас как дома пересекает и за вокзалом там еще продолжается в какую-то космическую даль совершеннейшую вот такая главная улица филадельфия я по ней тоже немножко пройдусь потому что собственно она идет на вокзал вот а на той стороне маркет стрит там уже какие-то приличные районы такие прям европа при европа маленькие аккуратненькие домики вдоль и поперек но только конструкция улиц американская параллельно перпендикулярная и улицы большинство пронумерованы которые идут через весь город поперек то есть вот я сейчас иду по одной из них это по моему 11 тоже отсчет начинается от реки и расстояние между ними примерно такой же как и в нью-йорке так вот улицы похорошели сразу чтобы скучнело видите да сразу как бы еще ворота город но филадельфии есть еще такой район как кенсингтон авеню вы можете в ютюбе именно в ютюбе забить в поиск кенсингтон авеню филадельфии и посмотреть там чувак снимает на видео он правда не решается пешком он снимает из автомобиля и вы поймете почему поймете почему он это делает именно так туда я тоже не пошел я сходил вчера к кораблику и к электростанции они будет отдельный рассказ они там очень удобно расположены прям друг рядом с другом и очень неудобно расположены прямо на окраине города я туда решил потопать пешком и естественно как бы в общем полдня на это потратил но не зря я шел через город опять же там фото прочее тем более тут по вечерам такие пробки что я бы не решился в автобусе прокатиться я шел как раз я обгонял все эти автобусы прям вот как стоячих потому что они и были стоячим никто никуда не ехал так это мы не в промзоне это мы вошли какой-то видимо паркинг деловой торговый прочее 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 и он такой достаточно длинный и под ним проезды улицы а вот следующий перекресток это market street вроде бы так то мне надо нужно не market street потому что она упирается площадь с колокольней и придется обходить мне нужно наверное следующий но сейчас посмотрю тут трудно заблудиться на самом деле в любом городе где есть более при менее прямая река или море или океан заблудиться довольно трудно и дам в целом конечно городе настроение чуть более депрессивное как чуть более более депрессивное чем нью-йорке ну и в принципе сложно сравнивать просто другое несмотря на то что всего час полтора от нью-йорка мы как бы уже совсем другом месте совсем другими вибрациями я бы сказал не побоялся бы этого громкого слова да и вот прямо перед нами там прям центральный центр автобусы здесь говорящие в стадии вот автобус сейчас молчит но когда они на маленьких улицах начинает поворачивать то он кроме поворотников включающие звуковой сигнал и автобус человеческим голосом говорит что автобус поворачивается тут на этой ли едет большой автобус и он сейчас поворачивает это чтобы люди так сказать не теряли бдительность первый раз такой видел и слышал ну видимо какая-то необходимость сейчас он едет прямо поэтому мы этого не услышим может быть там где-нибудь услышим а собственные впечатления о городе я представлял его другим точнее как я его представлял по фото по фото по фото отчетам по каким-то которые я видел и начинаешь рисовать себе город в уме какой-то потом приезжаешь и он такой же или там прям очень похожий или совсем другой вот философия оказалась совсем другим городом совсем все не на своих местах все не там и все не то в принципе она больше всего оказалась похожа на клип брюса спрингстона стресса в филадельфии вот это было достаточно точно но поскольку клип я уже не видел примерно тысячи лет пришлось пересмотреть и да я пришел к выводу что действительно клипа нет два три минуты с небольшим но там показано как раз вот это и как раз вот это настроение оно очень четко прочитывается а вот если слышит там говорящий автобус он включил поворот и когда он поедет то человеческим голосом заговорить что он поворачивает я не буду останавливаться догонит назначь догонит не догонит следующее услышит а вот вот этот автобус нам сказал что он поворачивает боже мой где я я заблудился так но это вот самый центральный центр все такое высокое красивое монументальное вечное но мне сюда не надо мне надо вот куда-то в ту сторону в принципе я вполне себе даже успеваю поэтому давайте пройдем вот здесь не пойдем туда в темный переулок где меня могут не знаю замучить до смерти разговорами и расспросами кто это по жизни пойдем здесь полюбуемся на вот это здание истории которой мне неизвестно но можно легко погуглить я уверен хотелось бы еще где-нибудь остановиться на кофе но в целях оптимизации своего собственного трафика я сделаю это пожалуй уже на вокзале вот вам самый центральный центр самый прям вот пульсирующие сердце пульсирующие сердце филадельфии авеню уходящие вдаль это на юг мы идем на запад соответственно редчайшие машины по американским меркам это ягуар если я не ошибаюсь хотя может и нет как они безопасно никак не стиль но которые я тоже хотела вот подъем в разоблах я динамичный в цели с в рамках в течение тоже Куда-то потерялся в нашем ребенке. Мальчик выглядит растерянно без брата или без сестры. Пройду немного съесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 только светофоры а тут еще улицы все относительно небольшие поэтому нет какого-то там обозначенного огромного проспекта который идет на вокзал который не пропустишь такие и уже нет и не заметил как оказался в другой части города все давай разворачивайся а 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 Трудно отличить станцию в центре от станции на окраине. Разве что только тем, что станция в центре будет под землей, а станция на окраине над землей. Вот и вся разница. Парклеты, которых начиная с этого года, нас ставили везде. И в Нью-Йорке, и в Хиладельфии, и там, и сям. Рестораны, бары, кафе осваивают парковки, придавая им новый смысл. Лакшери подвал какой-то. Магазин, это, видимо, для русских. Очень удобно. Благополучно, родим, судя по всему. А это ворота в паркинг, друзья. Вот так вот выглядит, так бы выглядел древнеримский паркинг, если бы у древних римлян были машины. Еще раз полюбуемся. Вообще. Ну, рядом с такими ювелирными магазинами не мудрено, что паркинг должен иметь как минимум две дорические колонны. И то, что они держат, тоже должен иметь. Кажется, мне сюда. Вот, а тут не заморачивались со сколачиванием избушек. И просто поставили забор и столики с лавочкой. Я шел по правильной дороге. Не знаю, что мне потянуло в эту сторону. Посмотрим еще раз поближе. Человек не мелочится. Купил Рэдбола. На два дня. Потому что это какая-то химчистка. Чтобы строиться. Вообще, конечно, в плане дизайна, креатива и прочего глаз и радуется, и отдыхает, и трудится непрерывно. Но в хорошем смысле этого слова, столько всего интересного, необычного, непонятного с первого момента и понятного со второго. Что вот прям это, как будто заслонку открыли, и оно все вот на тебя хлынуло, и ты только вот ртом успеваешь хлопать, чтобы схватить побольше. Я не говорю, что в Москве или в России хуже, но просто тут по-другому. Тут по-другому. И да, немного впереди, потому что, в общем, они как бы просто, как в том анекдоте, постарше будут. Просто подольше этим занимаются. Как бы, так сказать, и не прекращали. Ну, и здесь продажи, это, в общем, как деньги двигателя прогресса. Тебе продадут все, даже если тебе это не нужно, и сам будешь рад, что купил, воспользовался уникальной сделкой. То есть это уже на каком-то генном уровне происходит. Например, если едешь куда-то, в такую достопримечательность, там будет сувенирный магазин, и в нем будет все такое красивое, и так красиво разложено, и так прям сам упроситься в руки, что не заметишь, как потратишь кучу денег, выйдешь, и потом не будешь знать, куда это все упаковать, но будешь доволен, как слон. И еще вдвойне доволен, потому что там купил что-то пять, пять чего-то по цене восьми, ой, наоборот, восемь по цене пяти. Сделка. Вот, это то, чему, в принципе, стоит поучиться. Ну, конечно, естественно, как все крутое выглядит просто. А работает очень сложно. Поэтому надо учиться, а не просто так, типа, ага, я был, я посмотрел, ура, я теперь тоже так делать буду. Начинаешь делать, а оно не делается. Так, я прошел уже весь город, где же вокзал? Судя по карте, он прямо передо мной. Но пока мы видим цветы, лавочки, велосипед, еще цветы, дверь. Пар из-под земли. Витесущий грузовичок UPS. Фитрекс. Далим. Перекрытый тротуар опять. Что еще объединяет все мегаполисы? Это какая-то непрерывная стройка. Интересно, вот наступит момент, когда вдруг они, не знаю, они в любой точке земного шара, люди проснутся утром, а в городе нет ни одной стройки. Такие, во, наконец-то мы все построили и починили. И вот эта минута прошла. Ну, а вот теперь вот тут надо подлатать. Давайте-ка снова подьмемся. Все перекроем. Все перестроим. Так, вот я выхожу на что-то похожее. Ладно. Я сам себя ободряю. На самом деле я не знаю, где я. Hi, Depp. I'm still in Philadelphia. And I'm leaving in a few minutes. Still didn't find the station. That's my way to travel. It was just a joke because I never miss my train. Once. Yeah, twice. Maybe. Так, у меня все-таки случился перелет небольшой. Уже красный, но им тоже красный, поэтому я могу быстренько перебежать. Такая тут система. Сначала тебе белый, белый человечек, потом мигает красная ладошка. Типа как бы, давай, поторопись. Так, мне терзают смутные сомнения, что я куда-то никуда зашел. Вот, потом она уже не мигает, но им все равно красный. Типа как бы самый-самый последний шанс, чтобы перейти. Все бегут. Ну, там же должен быть тротуар, да? Правда? Может, не заставит меня без тротуара? Или что-нибудь на него похожего? Не заставит меня перебегать? Нет, вроде не заставит. Хорошо. Посмотрите, какая тут зубила отстроили. Это здание выглядит довольно старым. Но новым. Так. Да, у меня все-таки случился перелет. И я, черт побери, где я вообще? Вон вокзал. Чтобы вы понимали. А я здесь. Очень сильно рассчитывающий на как бы адекватность инфраструктуры. что эта тропа не приведет меня к какой-нибудь там забору из колючей проволоки, которой придется обходить через весь город. Нет, не приведет. Она приведет меня прямо к мосту, который ведет прямо к вокзалу. Все, я спасен. Ура. Да, надо было идти по маркет-стрит и не выеживаться. Но зато город посмотрели. Посмотрели город с разных сторон. Когда бы я вот сюда вот еще зашел? Что бы я тут, что бы мне тут делать? Кроме как заблудиться прямо перед поездом. Нечего. Соответственно, по этой стороне моста я бы тоже никогда не пошел. и вокзал бы целиком вот так в кадр в инстаграме никогда бы не поместился. А так вот смотрите на него. 15 минут до поезда. Думаю, я успею. Тут еще что-то. И вот там как бы за вокзалом на самом деле он построен как вот стоит это здание. И в самом здании, собственно, там зал ожидания и прочее, 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 прочее. А пути под землей. Причем там есть вот этот перпендикулярный какие-то локальные поезда местные. И поезда дальнего следования. Как раз на котором я поеду. А вот мы вернулись, собственно, на эту в Маркет-стрит. Это она. Так, и сейчас вот мне в ту сторону загорелся зеленый, поэтому я пойду так и выйду прямо к вокзалу. вот этот человек. И он такой не единственный. Как бы совершенно обычная картина для певодельщиков. Вот был еще один говорящий автобус. Правда, никуда не поворачивал. Прямо ехал. Но, видимо, это срабатывает, когда он включает поворотник и начинает вращать руль. Такое. Так, с этой стороны вокзал вход закрыт, я знаю. Поэтому мы пойдем там, где и всегда. Говорю я, потому что я там проходил уже три раза. То есть, как бы, дом родной. Знаю, где можно быстро взять кофеек, посмотреть, где там мой поезд и поехать дальше. Куда дальше, вы скоро узнаете. Если кто еще не знает, конечно. Но подсказка, это будет не очень далеко, не через весь континент. В общем, всего шесть часов. Там я уже буду встречен друзьями привечен. И, в общем, будет совсем совсем другой характер путешествия. Сейчас я немного покажу вам его внутри и закончу, потому что надо достать маску. У меня мало рук. Вот такой вокзал. Собственно, вот. Всем спасибо. Я этот эфир сохраню. И, кто не посмотрел, можете будет его потом пересмотреть. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok